Улица Заводская в рабочем поселке Николаевка нуждается в ремонте. В прошлом году на территории меняли водопровод, а вот новую дорогу проложить забыли. С просьбой положить новый асфальт жители Николаевки обратились к губернатору на личном приеме. Там необходим ремонт дорожного поводна. После торгов в 2022 году у нас осталась экономия. Мы эту экономию частично направляем на ремонт вот этой улицы, улицы Заводская. Она у нас что, она вообще не у нас, если там будет твердое покрытие? Щебеночное покрытие. То есть мы должны восстановить щебеночное покрытие? Да. Ремонт дороги должны завершить до конца октября. Не устраивает внешний облик улицы Тростинского и жителей Барыша. По дороге ежедневно проезжают машины в сторону центра. На ремонт выделят деньги из муниципального и регионального бюджетов. Вы, ну, проектные работы, когда делались, вы жители и информировали, что там будет, какое было бы свойство, в каком виде? Сергей Ильич, мы информировали, но, к сожалению, вот мы заасфальтировали все центральные улицы, то есть на Ангельской, 45-й поле, дивизия Советская. К сожалению, динамично не хватило заасфальтировать улицу Тростинского. Вот поэтому вопрос сейчас просто стоит. У нас единственная улица в центре, которая, скажем так, в неудовлетворительном состоянии находится. Сергей Ильин из Димитровграда обратился с просьбой оказать материальную помощь для своего приемного сына Димы. У мальчика редкое заболевание – синдром бабочки. Лечение дорогостоящее – 200 тысяч в месяц. На год нужно миллион 430 тысяч. Плюс 170 тысяч нужно на поездку в клинику в Москву. Принято решение оказать материальную помощь и выделить деньги семье в течение двух недель. Мама четверых детей Наталья Хайрулина попросила главу региона помочь с отделением путевок в детские лагеря. Два ребенка занимаются шахматами, а летом смогут оттачивать мастерство в Центре развития творчества и детей и юношества имени Матросова. Анна Тищенко, Улправда ТВ.